перед началом ролика не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые ролики также не забудьте поставить лайк под роликом и под колодой на сайте playgwind это помогает продвижение моего канала также не забывайте вступать дискорд сервер все анонсы новости к самогвинта и моего канала будут там ждем вас в дискорд сервере и переходим к разбору этой колоды колода примерно занимает тир 2 позицию часто ее брали на турнир возможно классическую хроники чаще чем эту сборку но вот именно эта сборка чаще попадается в ладре не сборка а скорее колода на этой обилке и с этими картами но на самом деле очень много сейчас существует колод которые играют ну похожим образом но карты разные кто-то отказывается от исака кладет например больше точной прокрутки по типу новиграда видел колоды которые играют с мадам и соответственно к ней надо еще соответствующую прокрутку видел например колоды с кирусом так как он также играет карту преступления но под это еще надо дить его огня хотя бы одно остальных фильма ролять видел колоду с профессором видел с казимиром видел я с банка у меня прям банка кори нет вилка улица свечкой в этой коллекции свечки нет обычно свечка во всех колодах лежит синдикатовских но реже видел и еще видел азара и веда ну еще пару там каких-то пленных карт мне вот эта сборка больше понравилась она самая стабильная самый самый лучший лучший итог результат она мне показывала поэтому как бы решил именно на ней остановиться долго переделывал ее как играется эта колода во-первых ваша обилка богатей по приказу получаете одну монетку имеет заряда 6 то есть когда вас не хватает монетку всегда можете крутануть и раз и получить нужную вам монетку очень такая мидранжовая самая такая стабильная обилка плюс и получаете монету один когда когда играть и карту преступлений карты спине вас тут огромное множество за каждой карту преступления вы получаете монетку сыграли сидом откройся получили пять монет и дополнительно еще одну сыграли ушлого торгаша он роляет какую-то карту преступления получили с него монетку сыграли сокровищницу она является карта преступления который создает преступление получили монетку сокровищницы из сокровищницы которая еще создала карту приступления и две монетки получили и так со многих карт у вас ахеронтия играет много карт соответственно много карт просто не будет сыграно и много дополнительных монеток вы получите в общем это касаемо обилки как играется колода защиту вы забираете первый раунд как классическое ахеронти бронзой то есть вы ставите кулачных бойцов они имеют устрашение то есть усиливаются каждый раз когда вы играете карту преступлений опять-таки карт преступления тут очень много а у вас тут по сути 13 отрядов 2 2 карты места отдать место преступления и все остальное преступление по сути все спалы это преступление кроме вот получается новиграда поэтому каждый ваш спелл это преступление поэтому от каждого чиха он будет прокачиваться над мысльными значениями во плачу 1 анастат минедусуру на синие же пораженному отряду и этой карты можно сделать круто минус стол если бы играть на синем монете вам желательно макрой синий монете то вы кидаете карту чём откройся получаете 6 монет после этого ставить кулачного бойца и может если планет поставил 5 шестёрку вы ее убиваете через кулачного бойца оппонента вит новую карту у вас уже есть играла у вас тигр и который получает который дает вам 5 монет и вы опять можете убивать карту. Убили кулачного бойца, вы его можете поставить второго. Также их можно ролять через вечерний грабеж. Эта карта сверяет отряд в том числе платеж, сейчас мы считаем, равна 4 единицы. Таких карт много, но не так, чтобы сильно. Есть карта, которая играет в яд, иногда будете играть его. Есть проповедник вечного огня. Хороший движок, потому что за одну монетку вы создаете двойку. Беспризорники дают очень много монет, больше всех тут. Морская гея, она тоже выгода тратит, но в себя. Карт в себя у вас тут будет не так много, поэтому иногда даже выгоден. Находчивый торгаш, если вам нужен дэмэдж на 1, зачастую уберете его, дает еще одну монетку. Ну и аксинфурский натуральный самый слабенький, но две монеты почти как проповедник, почти как беспризорники. Ну и аксинфурская стража тоже очень хороша, потому что по платежу 2 усиливает на 4, если монета у вас становится 0. Поэтому, опять-таки, вы будете тут убирать и ролять. Поэтому для первого раунда просто кулачный боец must have. А плюс в первом раунде вы также можете отдать сэра острого клыка, скульптора, навиграцкие разборки, что-то такое, что не очень сильно важно. Сэр острый клык имеет устрашение 2, по дани 2 добавляет себе неуязвимость. Неуязвимость вы будете добавлять себе не так часто в определенных токоматчапах. Ну, против лингарда, против скирригийских разных колод, а так, если вы играете против какой-то темповой дечки, то зачастую вы не будете давать ей неуязвимость и просто поставьте карту 5 на 6, которая будет усиливаться на 2 от каждого преступления. Карта очень неплоха и разгоняется до поинтов больше, чем кулачный боец. Также имеет неплохую броню, ну, доджит какие-то дэмэджи определенные. Кто делает карта, всегда моткройся, почему надо играть ее в первом раунде прямо сразу на ствол? Карта дает вам, во-первых, 5 монет, ну, под лидеркой, плюс 1. И если эта карта находится в вашем сбросе, вы уменьшаете счетчик на 1 каждый раз, когда количество ваших монет достигает 0. Когда счетчик достигает 0, вы получаете 4 монеты, имея счетчик 6. То есть вам надо 6 раз делать так, чтобы ваших монет становилось 0. Сделать вы это можете через точечные спендеры, по типу кулачного бойца, который как раз таки платит 1 монетку, то, соответственно, вы можете уйти в 0. Есть аксинфургская стража, которая тратит 2 монеты, но также может, если четное число, уйти в 0. Ну и прочие движки. Есть Яков, есть Исак, есть Король Нищих. В общем, вариантов много. С платежей, с вечерними грабежей вы это все можете делать. И, получается, вы сходили первым седамом, откройся, потратили все монеты с кулачного бойца, сходили вторым седамом, откройся. Соответственно, у первой седама, откройся, уже будет счетчик 5, и когда вы поставите Тесака, вы заплатите 4 монеты, вам дадут 4 монеты, вы заплатите 4 монеты, вам эти 4 монеты вернутся через седам. Поставите еще раз Тесака, вам опять 4 монеты вернутся. Вернее, прожмете Тесака еще раз, вам эти 4 монеты вернутся. Потому что счетчик достигает как раз скинуля. То есть Тесака надо играть именно в тот момент, когда седам уже будет, так скажем, выходить. Будет уже иметь таймер близкий к выходу. 1, 2 и так далее. Думаю, на практике это будет более понятно Если вы новичок, то вообще колода, кстати, для новичков Не очень советуется, потому что тут надо очень много считать А много думать это, как бы, много грустно Хода имеет также много карт Кориовера, это новиград Карта имеет стойкость, то есть переходит в следующий раунд Имеет в год 3, то есть дает 3 монеты Но в конце хода добавляет 1 монету, то есть по размещению, по сути, карта Ходит 4 монеты По приказу повторяете играть и бронзовый отряд в категории банда Приказ, конечно, клево, иногда можете ральнуть что-то Очень крутое Против меня, вот, например, раляли еще одного кулачного бойца Что было не очень Но иногда могут ральнуть просто какие-то, не знаю, карты Которые там могут засейвить вас, помочь вам Просто какой-то спендер, движок, что-то Поэтому бывает неплохую карту Можно ральнуть В вашем случае прикольно ралять, например, золоторубов каких-нибудь Потому что они имеют тег золоторуб, а это для вас важно Ну и сокровищество графа Ровина В этом сезоне мы ее с вами бафнули И карта имеет стойкость, имеет выгоду 0 Она будет иметь, по-моему, выгоду 1 в святой колоде Вы увеличите выгоду на 1 для каждого карта преступления В вашей стартовой колоде Ну, в стартовой колоде, видимо, 11 карт преступлений И она получает 11 Размещение, вы повторяете бронзовую карту преступления Со mommy Great Меньше или равное число избыточных монет Полученные благодаря выгоде При каждом получении монет Также увеличивайте счетчик на число, превышающее максимум накопления В конце вашего хода вы умочите счетчик на 1, получая монеты То есть, пассивная карта работает примерно как Навиград Только у Навиграда нет условий А у сокровищницы есть условия Но если сокровищница получает монету И никуда не уходит это то счетчик просто прибавляется как эта карта работает вы можете сотворить карта преступления которая будет равна избыточной сумме которую вас осталось допустим у вас осталось две монеты а выгода в этой карты 11 если вы получите 7 монет а в остатке у вас останется 4 вы старите а преступление которое имеет стоимость наима 4 вас три монеты вы ставите эту карту она имеет выгоду 11 ответственно получаете у вас три монеты вы получаете шесть монет и в остатке вас отдаётся 11 минус 6 5 вы совершаете карту с 5 стоимость найма опять же у вас может быть больше монет соответственно вы старитесь большим пулом она опять-таки только бронзовые то есть четверки-пятерки и счетчик будет равен больше больше слишком большой счетчик делать я вам не рекомендую когда у вас допустим 9 монет высадить сокровищницу ну типа зачем счетчик будет равен там не знаю скольким 15 вам это особо не надо только если вы реально поставили эту карту в втором раунде и люди в третий раунд играя долго второй только в таком случае но это редко потому что вы будете играть к его 2 3 4 5 монет то прикольно карта имеет тег преступления и сотворяет преступления то есть на триггере два раза преступления если у вас будет стоять сэр острый клык допустим вы его бафните 1 на 2 и 2 на 2 то есть поставив сокровищницу вы уже сходите 4 очка в сэра острого клыка а потом вы сейчас творите какую-то карту а получите монетки кстати получать и две монетки а с по я этой карты и получите 2 монетки из богатея получите 2 монетки с 4 монетки с сэра острого клыка еще вас кулачные бойцы триггерятся в общем очень мощная карта даже пассивно она дает очень много касаемо движков и какие карту вас тут еще имеются движки основные ваши кулачные бойцы ксенбрутская стража давайте даже вернее движки раздаваем а с пылы вы у вас по сути филерные опять-таки вечерний горбыш который который вы будете ралять какие-то определенные картонки кровавая забава карт которая может убивать девятки то есть максимум она может дарить на 9 очков когда у вас имеется 5 монет она дает вам 4 монеты и вы бьете на 9 отряд а потому что она тратит все монеты соответственно и когда вас много монет вы хотите убить мелкую карту ну вам лучше и не играть потому что будет невыгода монеты уйдут в никуда контрабанда просто филерная карта преступления ход на 3 с броней плюс 3 монеты вот и монеты больше чем 300 плюс еще одну монетку получать из-за того что сыграли карту преступления истерия начали град за голову раз по отрадой на москве тренинг урона если наград за голову уже есть то просто наносить ему еще они три урона а 6 прикольно играть когда вас ты в плачном одессе по это мало карт можно убить что-нибудь прикольно также через мулька младшего а добивать эти самые карты и получать дополнительно поинты ну либо через кровавую забаву как добивать карту а уж ты торгаш желательно его играть для добойный ряд так как он сваряет карт с мечтаем и 5 единиц за 5 единиц у нас карта преступления очень очень хорошие есть длинные уши смолиганить какой-то брик например бриком у вас является король а нищих его в руки иметь не хочется или просто пример вас пустой скульптор ферка такое тоже возможно случится смолиганить что-то и добрать более хорошую карту поместив карту ненужную вниз тебя пожалуйста час расплаты просто дэмэдж на 5 за каждый потраченный урон вы получаете монеты вороны мутаген если вас без ламандры нос ламандр тут тут только яков в третьей форме ну и не знаю только ральду с новиграда вы можете попробовать или сокровищницы или с грабежа но редко когда сыграть два мутагена и возможно они были вас выгодны гонение иногда для вас выгодно когда оппонента есть какая-нибудь двоечка троечка которую можно добить и назначить играть за голову какой-то жирного отряда который вы скорее всего можете убить ублюдка младшим истерии кулач и бойцом и так далее но редко тайна влияния тоже редко тегов не так много но иногда надо почитать свои теги вдруг у вас три тега и оппонент какая-то важная тройка там не знаю рубайла какую-нибудь нормально рубайла украсть можно ну и сезам откройся самая лучшая карта потому что дает вам еще одну криво верную карту утра позволит вам реализовать и сокол наилучшим образом тоже такой-то тесак меня тесак имеет устрашение по размещению это играет вымогательство вот эта карта и влече значение устрашения на один для каждого смежного золотаруба то есть если возле тесака слева и справа стоят золотаруба то он из того чтобы усиливаться от преступления на один будет усиливаться аж на 3 вы сыграли допустим сезам откройся он усилиться на 3 если слева и справа стоят золотарубы а ну и любую карту успения полагаю 4 он создает пиши палочек в этом ряду то есть уплачет 3 монеты чтобы создавать шестерку это очень клево причем когда вы когда опять таки сезам вам дает четыре монеты а кори оверно и если вы допустим вас имеется 4 монеты в эти монеты прожали спинтер на 4 вам возвращать сезам откройся вы опять прожали 4 монеты вам возвращать сезам откройся пусть опять счетчик равен нулю опять-таки если вы новичок то на практике это будет более понятно ну и ахеронтия игра здесь очень офигенно а вы получаете 6 монет по выгоде по пороху 12 играть верхнюю карты ваши колоды то есть вам желательно иметь меньше 3 3 или меньше монет чтобы получить ровно 9 монет и когда вы активируете когда вы активируете порог то есть когда вы потратите 12 монет вы играть верхнюю карту своего колоды но опять-таки прикольно сыграть какую-нибудь карту когда сам сразу много монет или много сотов на стол иногда конечно выпадает король нищик но у кого как не дояков падает когда навиград в общем через эту карту выкрутить свою колоду очень сильно и получать очень много монет опять же это очень сильно играет под тесаком вы поставите сака поражали его пару раз поставили ахеронтию прожали тесака пару раз опять получили монеты по тесака ахеронтия дала вам карта какие-то и вам клёво вот в общем вот ахеронтию иногда можно отдать над пуш вас тут более важно как будто бы тесак большинстве матча потому что тесак ходит на более большие поинты как бы это не звучало а ахеронтию тяжело сейвить вас нет свечки у вас по сути тесак является альтернативной свечкой и прожимать будете именно его под ахеронтию ну либо херонти будет давать просто на от пуш если смогли забрать раунд вы так младший контроль на 6 вы любую карту может ударить на 6 у вас есть преданность колоде и поподжу 3 уничтожать в раскатать силы 3 или меньше 3 за 3 но опять таки это контроль подкорректировать что-то через кулачного бойца и убить почему бы и нет и опять таки можно назначить награду за голову через истерию и добить карту ступор сферка парамичем в рукопашном ряду играет карта из вашей колоды карты здесь огромное множество поэтому вы считаете то что вы хотите сыграть но один из лучших вариантов это сыграть навиградские разборки навигадские разборки играют бронзовые краснолюбе или золоторуба из вашей колоды и ташь в распоряжении краснолюб также расследите вышибалу чистака в рукопашном ряду ответа когда вы сыграете скульптора аферку вас уже будет саду труб на столе сам скульптор и соответственно сыграть и на городской разборке вы создаете вышибалу и прокрутие своего краснолюбе у вас их тут всего лишь два бронзовых поэтому аккуратно награла сможет не быть целей аккуратно но в целом неплохо очень темповый ход и также карты является карта преступления 3 3 рид ваши картонки в принципе все и вроде все карты разобрал а ну самая ключевая карта ключевая карта которая играет очень скрытно это король нищих имеет платеж 1 усиливает карту на 1 когда находится вашей колоде вы уменьшаете счетчик на 1 за каждую монету уплаченную в качестве дани получаете монету 1 за каждую единицу который уменьшился счетчик дощик достигает нуля вы призываете карту из вашего случайный ряд соответственно это по сути карта кэшбэк когда вы играете дань он сразу возвращает вам монеты поставили ушлого торгаша потратили дань 4 потратили 4 монеты он ему 4 монеты сразу вернул сыграли допустим а я кого вот этой форме он и имеет или 14 до 4 то есть мы последний поставили его потерять или 4 монеты и получили 4 монеты он вам�부터 3 монеты возвращая то есть вы будете в плюсе поставили при старого своего клыка потратили он вам еще накидывает 4 монеты, возвращая, то есть вы будете в плюсе. Поставили, например, Асера Бусарого Клыка, потратили дань 2, он вам 2 монеты эти самые вернул. Его счетчик будет равен 10 в этот момент. Потом он выкручивается и работает как спендер. Как спендер, плюс прокрутка, плюс офигенно, когда с Ахеронтии он вам не придет в руку, то есть когда вы выкрутие раньше, чем будете прожимать Ахеронтию. Еще раз повторю, что колода сложная, сборок очень много. Новичкам колода не советуется. Колода сильная, я на ней играл на 2,450, по-моему, и шел прям вот так, вух, прям вверх. Но я был не откалиброван, поэтому матчапы, наверное, такие не самые прям очень клевые. Очень много чудовищ в ладере попадалось, а с север иногда. Против Нелюгарда, кстати, колода может сражаться тяжело, но может биться. Там условное порабощение, ассимиляция, ну, не проходит это, потому что им надо еще монетки уметь делать. А вот, например, какие-нибудь, не знаю, вот Ива я проходил, какие еще были, обуз эти колоды, многие обузные колоды, там всякие мил проходил, вполне. В общем, думаю, на практике будет более понятненько, очень долго застрелил внимание на этой колоде, потому что она, повторюсь, сложноватая. Переходим к практике. Так, против нас играет Покровы, Ну, агроиды или реликты. Синяя монета, неплохо, мы вполне себе можем доджить через кулачного бойца определенные картонки. Для первого раунда очень хорошо. Положительно. Карланищик убираем. Истерия вот спорная, да? Сыграть ли в этом раунде или нет? Мы тут очень сильно будем контролировать оппонента, как будто даже стоит оставить. Будет нас, наверное, устраивать такая рука. Сыграем сезам, потом кулач. Потом может сыграть истерию, истерию. Скульптор. Скульптором можно еще один сезам достать. В принципе, нормально. Даже вот это поставить и 2 нолить. В целом, нас все устраивает. Вот оно, о чем играет оппонент. Уже относительно этого будем гамать. Угу. Агроиды. Супер матча для нас. Прям 3 матча, я бы даже сказал. А можно было по-хорошему. Если он убивает кулача, то, скорее всего, мы через эту карту достанем навиградские разборки. Йотун. Йотун уже неприятнее для нас, да? Уже менее приятен. Ну, мы можем сыграть сокровищницу. Вопрос, что нам это даст? Еще больше монет. Комнительным. Получим 5. В остатке будет 6. Ну, давай. Еще одну нашли. Будем пытаться пробивать его. Давай. Почему бы и нет. Можно было, конечно, вот эти картонки подсейвить, но... Мы получаем всего одну монетку, так как он изначально одну силу имел. Но он нам мешал бы очень сильно, поэтому вполне неплохо. Я думаю, мы тут навиград поставим. Мы тут будем пытаться... Все, наконец, он играет его. Супер. Супер-пупер. А вас смел сдарить под ребра ткнуть или под сердце? Под сердце можно, пожалуйста. Под сердечко. Пошел вон головрадец. Не знаю, стоит ли его трогать. Типа мы его истерии добиваем. Так бы я сделал. Покров, конечно, доджик истерию. Окей, отлично. Давно четырем. ЗМ так. Монеты лишние уходят сюда. Ну и в целом пока вот так сделаем. Очень хороший для нас матчап. Сверх положительный. Да, нам бы в идеале тесака найти. Это вообще 2.0. Чистейшие. Чистейшие 2.0. Ну и рованием. Ну давай. Вон зачем они-то лишние уходят сюда, поэтому. Вообще не страшно. Каждый ход мы все в плюсе из-за устрашения. Когда мы где-то остановимся? А мы нет. А мы вряд ли. Там только 1 на 4. 4 это хорошее число для нас. Близкое такое. Просто всегда ставьте сам слева. Или мне так больше нравится. Ну сначала дает монет навиграт, а потом сокровищница как бы суммирует их. Поэтому лучше ставить в таком порядке. Это же визуально как будто бы должен сядь именно так. Но вот это уже неприятнее всего, кстати. Знаете, мы как можем эту карту завалить? Ну хватит уже этой возни. Да, тут чистейшие 2.0. Ирвание намечается. Пипец. Слишком хорошо. И тягун он отдал. Офигенно. Офигенно. Уж больно мы хороши. Отлично. В итоге у нас будет 3 монеты. В принципе это же хорошее число. Удели яков в эти сак. Жаль больше нет плачных бойцов. Можно просто пытаться ральнуть вот отсюда. Вот такое. Это вряд ли нам пригодится. Уже. Мы нашли все карты. Супер. Сверх офигенный заход. Просто сверх офигенный. Я вот начал отсюда. Может быть плачара льнем. Ну и мы вороляем. Мы очень сильные игроки. Успросите. Очень свинская игра. Но зато очень показательные. Верх показательные. Горяв. Он призовем. Сыра острова клыка. Это очень круто было бы. 3, 4. Адай хуй. Хорош трэнди. И чтоб я тут тебя, паршивец, больше не видел. Такой, да? Я верю. Дань проживать верно не буду. Не буду. Окей. Монеты получаем. Дальше ставится Ахеронтия. Эх, обидно. Очень обидно. Не страшно. Но зато оппонент тоже показал, так скажем, яйца. Другой раз пощады не будет. Будем любить терпеть. Я думаю терпеть мы не будем. Ничего нет у нас, поэтому. Окей, ну из плохого корольничек нам не даст кэшбэка. Но монеты мы в любом случае потратим. То, что знают, это еще есть. Все, тут уже как бы понятнят, что-то может нам сделать. Играть за головой этой карты. Развстраивает. Да. Ну, поэт, может уже завершать, на самом-то деле. Это сильно, кстати. Ты еще можешь что-то сделать. Правда, это антисинергия. Я даже не знаю, зачем он это взял. Из понятия. Эти стрелы в зад, конечно. Даже еще не вперед же. Человечество скинет, а все что у тебя хлебал, там цверьями. Счастье твое, что я тебе башку не оттуда. Уверен, что он сможет это сделать. После 2-0. Если он даже как-то выберется отсюда, но это невозможно. У нас будет монеты. Ну, все вели копытами. А то как бы не было. Невозможно. Да, это жестко. Причем даже вот, учитывая, что он нам выкрутил края нищих, мы потеряли поинтов, может, от этого 12, может, даже больше. Вполне себе неплохо. Ну, я только калибруюсь. Но, в принципе, ОМР меня уже устраивают. Ну, зачастую в калибровке почему-то всегда соперники не самые сильные попадаются. Но, в целом, матча для нас был в любом случае положительный. Против нас играют трутни. Мы на сирии. Ну, если это рванное крыло, то офигенный матчап. Опять-таки, синяя монета нам позволяет спокойно контролировать его за спам. И, в принципе, карты хорошие. Карты хорошие. Ну, уберем это. Возможно, это. Этого я бы оставил. И, пожалуй, все. Бриков, как таковых, нет. Можно поискать что-нибудь. Якова, в первом, не хочется в руку, да? Кто-то может не сыграть. Пойдет очень даже. Сезама, два Сезама нашли в первом раунде. Офигенно. Вот Идер, Идер будет тяжелый. Но тоже проходим. А вот... Ну, юнит. Которое крыло. Проходим. Я думаю. Не факт, прям не факт. Но можем. Надо еще как криобер есть уже сокровищница в этом раунде. Стояние разума. Ну, пока непонятно. Пока вообще непонятно. Ну, эта карта, конечно, убивает кулачного бойца очень сильно. Он с этой карты начал. Окей. Смотрите, мы сейчас убьем эту карту. Потом поставим сырого острого клыка. Или как? Или начать с него. Его могут убить. Проблема. Атака с воздуха. Вопрос от чего мы отыгрываем. Вот от атаки с воздуха? Или вот от вот этой карты? Я бы отыграл от этой карты, нежели от атаки с воздуха. Давайте посмотрим. Вернее, наоборот. Ну, от этой карты, чем от атаки с воздуха. Я, видимо, заговорился. Ну, поняли. Кто понял, тот понял. Окей, отлично. Супер. Супер. Это все будет каким-то ловчим. Давай играть. Let's play. Чем больше методы, тем лучше результата. Арт сжигается. Бом-бам, бом-бам. Попади по этой. Да ты издеваешься. Сиренс ли? Нереалистично, ни разу. У меня ее мы хотели убить. Я бы оставила дома от руки. Мы хотели именно ее. Сначала они прокнули. Сколько? 30%. Больше, больше, больше. Окей, это он убивает. Стоит ли так ходить? Можем навиградский разбор кинуть и призывать бойца. Но нужно ли нам это, когда у нас 0 монет? Я бы, наверное, даже с Тизамом сначала сыграл. Пока забираем, плюс выигрываем. Атаки с воздуха не было. Думаю, лучше так сыграть. Потом же кулача. Ой-ой-ой. М-9. Окей, играем тебя. Отпеваем этих двоих. Ровно. Хром как погайду, да? Бам-бам! Так, пока мы все так же не поняли, кто это. Но я больше надеюсь... Ну, я больше вижу, что это рваное крыло, потому что игра не была в первом. Защитника не было, ничего не было. Оторванное крыло, из которого мы должны очень хорошо отыграть. Ну, и этого мы отдали уже. Кто-то он контрил защитников. Да. Это он. Это он. Это он. Счастье твое, что я тебе башку не открутил. Я бы дальше не стал. Играет мороз просто. Просто мороз. У нас ходы кончаются. Конечно, можем эту карту поставить, но надо иметь много монет для этого. Чтобы нормально сыграть ее. Две монеты от иметь, да? Две монеты. Получаем семь. Остатки четыре. Давай. Давай так. Ну, клевету можно даже. Хотя бы, наверное... Эта карта доджит немножко. Это нет, она вообще не за доджит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Привет там. Это сильнее. Банально сильнее. Ларки не было. Ну, находимся сака. И по той же схемке просто изи выигрываем. Навиград. Можно попробовать поискать. И то. Ну, карта вообще не сыграет это. Яков неплох. Яков с монарх неплох. Ну, не находим. Можем, конечно, рискнуть. Но очень много потеряем. Рискнем. Очень много потеряем. Я, наверное, не буду рисковать. Я прям знаю, что он там наверху лежит. В гаде, наверное, такое делать мы не будем. Проворачивать. Один четыре. Один четыре. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Можно начать с Яковса, 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 монарха. Ну, давай. Он сразу поймёт, что мы душем. я бы сразу делал так 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 пока пытаемся расставиться можно поставить аксин фурского челиксона шептуха от тоже особо не играется если что но со не было других просто более выгодный спендер ставим на стол да и инвестировать одну карту бред и вот видимо лютая неудача не знаю зачем так играет ибо актер но если актер то погорелого театра можно херонки даже под сокровищем что хотят давай так сыграем я же наверно вот так и и и и и и им бом-бом-бом бом-бом-бом большие пойнт большие игни идем можно конечно отыграть для гайда но заметил только после паса и не просто не играть в этой колоде если бы игралась это было бы жесть тела рачку он играет в итоге на рачку в итоге играет но это лучшее думаю истерия который может быть на сегодня как минимум какой бывает случается бывает случается но как бы пофиг навигра от кисака не нашли но хотя бы не писюн хотя бы не он не за шиворот гельс благословение глупо ставит опять же будут все бим бом-бом-ать что ты хороший при этом у него будут если что ты очень хороший будет моя окей выкрутился он выкрутился вполне себе неплохо причем не семнашки до опасно сыграем так я думаю сезон тут особо как бы нет целей как таковых ок ну чтож вот эти сак грибоватый но все же кисак но зато свой я думаю все тут уже 20 мы выходим уход на 3 не смысла делать это чуть больше чем 3 но этому без моргода он тут не уходит дали это веград и конечно у нас играть можно будет все равно найти там он ведь коротких войти куда кратки хватает если есть но какой-то странный был лайки по вам наверно закратила херонтью я верю больше спора какие-нибудь так сирку он ой на каком же мизере а не повезло и указа дает но не в моргода из него остаются моргут вероятно коротко у нас самую малость кари овера которую мы вряд ли как-то сможем реализовать навиграции найдем играть ферка просто голды побольше играть отличный 3 у него будет коротко лететь эту карту я бы оставил но здесь бы поискал давай один раз делаем мулиган к сожалению оставляем оппонент решил сдаться прятал не нашел либо моргода либо что-то еще но окей отыграли вот 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 так вот очень грубая конечно отыграл эту катку можно было отыграть это по-другому но как говорится победа есть победа офигеть у нас случает 25 00 бак какой-то либо постанова актер все таки против нас играют вампиры одни чудовище в лады что происходит обычно не левгард с келлиги левгард с келлиги а тут чудовище подряд мне очень везет и все для меня это офигенный матчап и я не выбираю катки катки убирают меня и монеты тоже офигенные я не знаю ребят что происходит это это подкрутка хорошую пользу возможно новом месте мне хорошие карты и хорошие оппоненты приходят не знаю честно если бы я знал нужно за забавы прикольные но наверное одно оставим сак отличный но плач на бойца нет да это как-то даже слишком хорошо может я кого аккуратно берем идет на плачного не да то есть мы сыграем ублюдком очевидно брать ублюдка играть потому что ролять отсюда такой себе и ты можешь сейчас конечно ральнуть он тяги отдаст ольнули молодцы сильнейший величайшему решился чаще если нашел комбинацию но это на кер колода понятно по блогерским музыкантам если он нашел комбут он он играет оператора во флэдера мы его убиваем через ублюдка окей делает пацан со всеми семеркой мы ударяем на один и убиваем его через ублюдка собаку так вот и когда я так его назвали я могу поделать хочешь меня кому представить он ставит следом 2 также делать его семеркой этого будет проходить сложнее но у нас тут как бы full bank это нормально все будет он семерка как бы нам так не потерять поинт и ударит на 4 а сами станет пытаюсь как-то просто по бимбом эти потом тройку убить делать его тройкой а самогресс если вы думаете либо что это cringe это очень крыжевая дека то я вам скажу так финалист турнире брал эту колоду его имя мимо поэтому кринж не cringe а как бы уважать извольте а давайте так ай хорошо монеты тратить не пришло или кринж не cringe но как бы финалист и на лист второе место также сейчас посмотрим сборку миомона а это думал чем так долго думал а я думал почему он думает так это шесть монет от забил кидам 66 монеты сколько выстрелов 6 выстрелов до хватает вот сго вот эту я учитываю еще это если что хорошо что какой какой же хороший так вот мы съели накуси выкуси 65 отлично аккурат примеру шкуру в аккурат 4 но его также можно съесть будет поэтому пока поставим сыра острова клыка но не наш не не прожмем надо хотя у нас типа ушлый будет этом раунде но если я кого найдем то супер не они наверно не буду прожимать не буду ой сильнейшие у и как везет 50-50 выигрываем 50 побеждаем а4 пойдет карта не работает у него еще и цири туда цири здесь давайте наверно богатея прожмем два раза очень бы хотелось конечно кинуть в дальнобойку но еще один тик тратить ради этого нет ну можно а давай а давай прям так сходим лучше не найдешь я тебе клянусь ну объем назад награду не назначим конечно мысла никакого нет почему-то гена сыграть давай а ну 100 процентов мы добиваем мы хотели другую карту мы хотели этот замуж отлично велики рука у нас под 20 меня монета отлично ощущаем находим навиград сокровищницу очевидно и тренирование очевидно и даже верно только с навиградом или только сокровищницы этому 20 будем это даже одной из если одной из них выпадет к не падает пока бронзу только филирную кулач и на месте кстати кулача мы любить мы ведь роднули его уберем о ее боли не нашли до будем придерживаться своей логике или и все-таки 20 цири нет а дал он много я не знаю не уверен не уверен что что это может закончиться очень плохо коротком вы дадим большие поинты если даже мы проиграем нас будет яков и пробуем тут манера льнули да и ральнули вот я хотел жимать нет смысла на мой взгляд значит и как-то сомнительную короче движуха вписываюсь очень сомнительные куб вы останетесь довольны так не прожимает еще как-то от тягуна отыграть этот грамот тягуна счастье твое что я тебе башку не открутил все бабки были не были вот я не помню вот этого страшные страшные бабки потому что они убивают нас спендер как таковы и есть поэтому ок если он не убивает его то мы офигенно будем счищать даже если убивают поставим в любом случае тут заруба ай-яй-яй даже так очень плохо нам на сомнительная движуха по итогу очень сомнительные даже не окей обычно окей фига не окей спокойно давайте договоримся херон тебя зафига болен тычки не дает жадничает он даже так даже плевать нам если мы сейчас прям пуском бустимся окей пас 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 хотя мы можем еще попробовать истерье прокинуть например дом никого не убиваем а нет будет мало 3 монеты давай он покороче нас устраивает нас больше устраивает три монеты округляется в 2 устраивает в общем еще отдаст тогда уж нас новиградом с этим сокровищницы было бы в разы проще или он раз короткого ночи мощный мощнее ли мы его вопрос найдем ли мы карта еще один вопрос якобы я мулиганил первом раунде много вопросов короче кров там был может руку придет я пришел в руку тут кошки рыбегают видно да наверное их окна нашли почти все нас все устраивает поэтому еще один мулиган можем себе позволить куда-то куда ты отлично кстати карта личная карта книжка от руки забрекался в отличие от нас себя офигенно ощущаем так напомню что здесь уже приближается все до приближается он все там скорее всего контроль хотим играть и к потом вот это тяги помню что там есть тяги здесь мы получаем 9 монет 7 монет мы получим танц 4 лишних 4 лишних ли и что не будет какой-то лажа окей хорошо отлично тяги 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 страшные нас полы себе устроили бы на тяги после этого также даем обожди прошу это улечься так нужны спендер очевидно тихо 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 я только пощикать их нужно спендер . много конечно туда контроля больше не должно быть уже призывать карты смогрыс пришел вижу и закончишь конечно сомнение всегда есть сможете он убить это отлично отлично супер супер отлично не понял он у меня своим стул ребят в курсе нет есть такие в курсе контролер думал и меня называла она сюда будет попасть не попадаем до пока что как минимум еще монетка приходит не аккурат не можем никак убить если что-то призовем шанс есть конечно завалить шанс есть надо кручить монетку это было бы нормально она камбач нули нам плачный мы его потыкаем так как короче надо было пытаться над как его убить но если бы какой-то контроль пришел поиграл пауэрпоинтов секси фурт и стража планировал убить тягуна не хватило поинтов но должны выиграть ты мог поинтов 4 наверно найти кстати у него контроль был в итоге до бабки были да всего лишь четыре поинта учитывая что не нашел навиград и не самые лучшие роллы сахеронки пришли и потерял поинта 4 наверно где-то в третьем раунде то это реально можно было запушить и во втором я уверен что у него там либо не было накер либо он забрекался ну а так вполне себе ну а так ну а так вот 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 вот